доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzon game и сегодняшний обзор мне бы хотелось начать с воспоминаний о когда-то нашумевшем проекте рау авторы разработки рау вдохновлялись проектами построенными в рп направлении на базе игры арма и одним из таких проектов была сборка под названием my life о котором мы в дальнейшем и поговорим ну а разработки игры рау к сожалению так и не дошли до игрокам все упоминания о данной игре закончились в июле 19 года больше чем вот этот трейлер мы к сожалению наверное уже и не увидим но я думаю это не повод что простраиваться так как 5 декабря в свет вышел новый проект с одноименным названием рау maldon roleplay и нет это не отдельная игра как вы можете заметить проект построен на базе игры арма 3 а вот основой является вся та же мною помянутая сборка my life но проект рау maldon roleplay не является точной копией сборки my life так как имеет собственную экономику добавленные механики и кучу визуальных изменений ну а какие именно есть изменения в чем отличие я предлагаю вам вместе со мной пройти и посмотреть своими глазами ну и традиционно мы появляемся в аэропорту зато не традиционно для моих обзоров начнем мы с карты они с города ковалы да по той простой причине что города ковалы здесь просто нету потому что это остров maldon ну и вот она карта в общем-то карта здесь хорошая она интерактивная и при нажатии на любую иконку вас карта прямо носом ткнет в то место где находится это объект но мне все же не хватает интерактивности стоит точки зрения что хотелось бы видеть больше информации при наведении курсора на иконку а такие карты я уже показывал где при наведении курсора на иконку выскакивает ознакомительное менюшка объясняющее что на этом объекте находится ну и тому подобное и вот именно такая функция карты на этом проекте было бы ну вообще не лишнее потому что все таки этот проект отличается в корне от всех тех которые я обычно обозреваю это совсем другой проект это я бы сказал другая игра здесь даже взаимодействия и механики абсолютно другие другие скрипты и другие моды здесь все другое и играть здесь надо по-другому и самым главным что мне вот хотелось бы вот от этой карты вот эту менюшку это потому что не всегда понятно куда и какой ресурс вы можете продать или куда вы можете поехать и добыть этот ресурс ну и иконки иконки мне всегда на этом проекте на май лайфе не нравились они очень не интуитивные смотришь на иконку и абсолютно не понимаешь что она обозначает ну а далее получаем подъемные подъемных дается десять тысяч восемь на счету и две тысячи в кармане в общем-то подъемные очень весомые ну а чтобы понять какие здесь цены заходим ближайший магазин очень красивая менюшка но хотелось бы наверное чуть-чуть покрупнее бы ее видеть но а в целом очень все симпатично сделано товар вы видите я бы наверное посоветовал первоначально купить вот эти три книжки которые внизу предлагаются если кто-то заходит на этот проект первый раз обязательно надо почитать книжечки стоят недорого но они все-таки информативные ну а что касаемо продуктов питания которые представлены в этом ларечке то их конечно покупать и использовать можно но нежелательно потому что на этом проекте есть индекс питания питаться надо правильно штрудели салаты и соки вот то что нужно принимать а то что в этом ларечке это для новичка взять надо потому что ближайший магазин будет не скоро да и до магазина еще надо на чем-то добраться и тут и нам помогает точка продажи квадроциклов вот так вот она выглядит и стоит квадроциклы здесь сущие копейки в общем-то все сделано для того чтобы новичок не остался без колес дальше же может немножко кого-то удивить что нету никакой отдельно стоящей таблички обозначающий магазин нет сразу же подходим к транспорту нажимаем кнопку tab здесь все выведено на кнопку tab все взаимодействие с транспортом будет через кнопку tab выбираем купить и все транспорт начальный стоит всего 800 евро помним да что подъемных у нас было 10 тысяч ну и вот теперь мы на колесах и можем выдвигаться в открытый мир и первой точкой посещения у нас будет естественно водительская школа и получение прав категории b вообще здесь всего две категории b и c естественно сначала надо открыть категорию b это для того чтобы вы могли здесь как-то существовать и работать таким вот образом выглядит автошкола опять есть отличие она выглядит совсем по-другому нежели была на май лайфе ну а далее все то же самое водительское удостоверение стоит всего 200 евро это недорого пересдача стоит 300 и это даже не пересдача это просто продление прав той механики которая была когда-то на май лайфе когда вам раз в неделю надо было ездить по новой уже нету мы просто приходим и продлеваем наши права ну и все приступаем к сдаче а вот сдача на права на этой сборке мне не нравилось никогда начиная с первого май лайфа который стоял еще на алтисе и заканчивая вот этой вот сдача на права мне это абсолютно не нравится во первых это очень долго во вторых здесь поначалу меня сбивали столку вот такие вот указатели как видите он стоит торцом ко мне но стрелка там согнута что это обозначает понять можно не сразу оказывается если такой указатель стоит к вам торцом то вам надо ехать прямо если этот указатель стоит боком к вам то естественно надо ехать в том направлении которое он показывает но как это понять бог его знает нет конечно с 1 2 3 попытки вы начинаете понимать что если торцом едем прямо ну и следующее после каждого такого указателя у вас выскакивает информативная табличка в левом верхнем углу которая предписывает вам скорость движения 60 100 или 140 километров и ехать медленнее вы не можете потому что вы не уложитесь во время ехать быстрее вы тоже не можете потому что получите штрафные баллы вам все время надо держать вот эту вот скорость а это достаточно сложно и это абсолютно но не интересно и не реалистично если бы это автошкола давала игроку действительно какие-то полезные навыки в вождении это было бы конечно интересно ну а так это просто в общем-то гонка в особых ему режиме вот и все но это наверное все таки вкусовщина кому-то нравится больше сдавать теорию кому-то нравится площадку кому-то нравятся гонки но мне все-таки удалось сдать хотя и всего лишь с пятой попытки далее надо обязательно подойти обратно к этому же аппарату и получить свои права это надо не забывать проходим дальше все опять продумано сразу же за автошколой находится рынок бэушной техники ну технику вы сейчас видите так же взаимодействие через кнопку тап ну а тут надо выбирать вместимость ну если вы хотите работать не на ресурсах то можно и не выбирать и вместимость багажника но я остановился на максимальном багажнике а это было вот это вот audi вообще на проекте есть вместимая машина она называется алькамина но и и как вы видите нету в продаже мне пришлось купить вот эту вот audi и тут уж как вам повезет вот мне не повезло и алькамина не было но зато я приехал в следующий раз и их стояло аж две штуки ну тут как повезет но все выдвигаемся теперь мы можем работать у нас есть колеса но чтоб начать работать нам нужно прибарахлить и для этого здесь есть магазины с простой одеждой так сказать гражданской ну и рабочей одеждой я всегда выбираю здесь рабочую одежду мне нравится как здесь она сделана и вообще вся одежда здесь такая какая-то она своя здесь уникальна интересная девочка кстати худенькая правда но интересно ну а к магазинам вообще претензий нету я хвалил как сделаны магазины и на предыдущем своем обзоре данного данной сборки я думаю что это один из лучших магазинах посмотрите сами как это сделано как это красиво и стильно выглядит ну и те шмотки которые здесь есть и тоже наверное можно увидеть только вот на этой сборке больше я их не видел да на некоторых проектах встречаются каски и жилеты там вот такая вот униформа но здесь все выполнено как-то так все красиво поднятно ну здорово вот придраться абсолютно действительно не к чему вообще я встречал всего три проекта где к магазинам действительно подошли так очень грамотно и разборчиво это был такой проект true life там были магазины тоже на высшем уровне это конечно же проекты родос почему-то ныне закрытые тоже магазины были выполнены очень красиво и естественно вот эта сборочка здесь мне тоже очень нравится как это сделано автору просто респект ну и естественно куда же мы без инструментов но я на самом деле пока вам просто покажу инструменты тоже на этой сборке все свои тут какие-то болгарки гриндеры машинки для свертывания самокруток в общем все очень и очень нестандартно ну как я и сказал я ничего для себя не купил потому что просто хочу вам показать что можно начать здесь какую-то трудовую деятельность вообще в принципе не имея ничего есть машина есть рюкзак и вы уже можете существовать и существовать вы можете на сборах плодов плодов огромное количество огромное я покажу вам виноград и доверное бананы собирая эти плоды вы можете их просто продавать продавать собранные вами плоды вы можете на общественном рынке или напрямую предприятиям которые скупают эти плоды также вы можете приобрести лицензию индивидуального предпринимателя и уже самим изготавливать те же самые продукты вариативность на этом проекте просто зашкаливает все зависит от вас ну и анимации конечно же анимации это вам не тяпкой персики собирать скажу я вам антуражность и атмосферность здесь присутствует на любой локации куда бы вы ни зашли ну и возвращаясь к работе самый простой вариант собрали урожай приехали на рынок вот таким вот образом выглядит и рынок здесь стоит бабушка божий одуванчик вот ей-то мы и будем продавать весь наш собранный урожай это самый простой вариант здесь мне очень нравится меню нравится меню то что не надо бегать в машину и постоянно перегружать выбирая в менюшке нашу машину и содержимое машины сразу же переносим бабушки замечательно единственное что мне вот не нравилось и не нравится до сих пор это то что надо вписывать вручную нету кнопки выбрать сразу все ну да и ладно мы двигаемся дальше и слава богу что данный проект предлагает нам огромный выбор в разных вариантов я выбрал вариант работать с каким-нибудь предприятием для этого я набрал хлопка но вот то о чем я говорил а куда его продавать очень бы не помешала вот эта табличка интерактивная на карте с пояснениями что вот здесь продается это здесь продается это а если вы хотите продать то езжайте туда-то туда-то в общем вот этого немножко не хватает ну вот нелегкая занесла меня пока я ездил по разным предприятиям в поисках куда же мне продать хлопок я заехал на автомобильный завод здесь делают машины собирают и продают машины и вот каково же было мое удивление когда в магазине автомобильного завода я увидел что они покупают доски вот если бы я занимался досками я бы не в жизни догадался поехать на автозавод доски на автозаводе нужны наверное только в том случае если они собирают ладу калину здравствуйте здорово слушай не скажешь куда можно хлопок сдать хлопок это сейчас скажу секунду по идее хлопок должен скупать текстильный завод на южный экспорт вы не сможете продать потому что у вас нет наверное лицензии индивидуального предпринимателя нет конечно только пришел в общем смотрите губернатор может выделить вам денежные средства в размере 6000 это один раз пять тысяч там уходит как раз вам на покупку и п и тысячу на аренду газели ну и вот друзья вот таким вот образом даже старожилы проекты не сразу видите могут ответить на поставленный вопрос но зато судьба свела меня с робертом марли а именно так зовут этого человека он ты рассказал нам о том что есть губернаторская поддержка начинающих предпринимателей а это на самом деле весомый плюс ну а я хоть и не смог ни с кем посотрудничать ни с одним из предприятий зато роберт предложил мне другую сделку он помогает мне приобретение лицензии вот так выглядит приобретение данной лицензии вот она последняя предпоследняя снизу стоит она 5000 а я взамен буду поставлять ему продукцию продукцию в виде бумаги и тут я наверное должен отметить что я с самого начала понял что роберт был на заводе не случайно он туда телепортировался потому что он один из представителей администрации но надо отдать ему должное он ни словом про это не обмолвился он предложил мне этот контракт и отыграл его от начала до конца несмотря на то что это то заняло у него примерно полтора часа все это время он помогал мне и разъяснял о технологических процессах на этом проекте а они действительно есть очень сложные если касаемо того что мы сейчас делаем а то есть мы рубим дерево и из этого дерева делаем бумагу это самые простые технологические процессы но даже они не сводятся к банальному поесть собери ресурс переработай продай нет здесь немножко посложнее и еще одно что меня удивило это на подобном проекте который в общем то заточен под фарм будем откровенно говорить но даже здесь стоит автоподбор заметьте я рублю дерево и все что я срубил автоматически падает мне в рюкзак ну так или иначе лицензия после выполнения контракта у меня осталось теперь я частный предприниматель и могу себе позволить производить какую-то продукцию или например арендовать склады склады выглядят вот таким вот образом это контейнеры контейнер можно арендовать сроком на сутки стоит всего одну тысячу евро и далее вы можете развозить его по тем торговым точкам или предприятиям с которым договоритесь лицензия предпринимателя покупается один раз и навсегда изъять у вас ее могут только за грубое нарушение например если вы не оплачиваете счета или занимаетесь какими-то аферами а я же гонимой идеей о сотрудничестве с каким-нибудь предприятием вернулся на автозавод вернулся для того чтобы поработать здесь хотя лицензия индивидуального предпринимателя согласно игровым механикам запрещает мне такое но мы находимся на роли play проекте где у вас свобода выбора вы можете не только устроиться сюда имея лицензию просто неофициально вы можете совмещать работу на двух на трех предприятиях если у вас есть столько много свободного времени еще плюс мне кстати водители нужны тысяча за полчаса а лицензия не помешает? лицензия нет вы будете просто ездить со мной на машине мы будем забирать груз и привозить сюда на склад все я даже трудоустраивать не буду ааа так чисто под халтурить да? да могу трудоустроить на время то есть халтуры просто мне вчера сказали что если я лицензию приобретаю я не смогу работать да да если ип это он не сможет устроиться ну тогда просто халтурить да могу то есть за полчаса плачу тысячу с Зыкинска давайте работать да? согласны? ну а чего нет то? смотри я нашел водителя ну и вот друзья таким вот образом вы можете устроиться с самого начала на любое предприятие а можете идти сразу на два на одно официально а на другое в качестве халтуры вот как я вам сейчас это показал не имея даже прав но я приехал за правами и надо получить категорию С получается она так же как и категория Б но мне показалось что на С сдавать гораздо легче во первых маршрут гораздо короче ну просто в разы короче времени тоже конечно же дается меньше но маршрут не такой сложный как на категории Б вам не надо гонять вам надо ездить по небольшой локации но правда слишком много поворотов повороты развороты в общем сдачи на грузовик мне понравилось больше да есть вот такие вот ситуации когда вас загоняют в тупичок потом вам надо оттуда задом выехать и продолжить маршрут таких поворотов очень много есть небольшой лайфхак если у вас есть какая-то машинка или может быть какой-то друг с вами зашел сначала проедьте и как видите я сначала проехал и уронил заборы чтобы вам потом было проще здесь маневрировать тогда вообще вопросов никаких нету видите я сначала проехал и повалил нафиг все заборы заборы помойки и тому подобное эту категорию я получил в отличие от категории Б с первого раза и после получения категории С вернувшись на завод меня уже ждала машина работа не пыльная я съездил три рейса за какими-то материалами материалов для завода нужно очень много но работа я вам скажу очень даже не пыльная просто катаешься тебя загружают тебе даже не надо загружать и разгружать просто катаешься работа небе лежачего за час работы за три ходки я получил две тысячи я выбрал это предприятие просто потому что я сюда уже заезжал каждое предприятие которое здесь стоит на этом проекте это отдельный шедевр они все оформлены очень красиво антуражно атмосферно все уютные места вы можете выбрать абсолютно любое другое предприятие их здесь много и химическая и пищевая промышленность и литейные заводы и нефтяные заводы их огромное количество огромное и на любой куда бы вы ни пришли вас с удовольствием примут рабочие руки люди везде нужны главное не стоять на месте общаться разговаривать мы на рп проекте поэтому пробуйте пробуйте и у вас все получится ну а если вы не хотите начинать с самых низов или работать на дядю то на этом проекте есть система кредитования давайте послушаем о этой системе о кредите как это происходит это происходит несколько этапов ты в дискорде подаешь заявку пишешь свое имя отчество что ты свою фамилию имя что ты хочешь взять кредит на на машину там или на дом к примеру да то есть у нас два человека взяли кредиты на машину он пишет смотрите то есть в дискорде в канале кредитования вы пишете прошу рассмотреть возможность заключения кредитного договора для приобретения автомобиля или для приобретения дома к примеру да и имя свое оставляете администрация смотрит президента и описывает вам что заявка принята и назначает дату встречи в банке вы приезжаете в банк но вам до этого нужно съездить в полицейский департамент и получить справку о том что у вас нет судимости то есть там допустим вы сегодня подали вам назначили встречу в банке через сутки грубо говоря реального времени да вы за это время ездите в полицейский департамент получаете справку что вы не судимы что вы не участвуете сейчас ни в каком деле уголовно все приезжаете в банк в назначенное время показываете эту справку если она у вас есть вам на счет получается на ваш банковский счет перечисляются деньги если покупаешь дом то перечисляется на счет на ваш личный счет и вы едете с представителем покупаете дом при нем а если вы покупаете машину то банк перечисляет деньги конструкторскому заводу вы просто забираете потом птс на этот автомобиль если машина стоит дороже 50 тысяч да там допустим 60 там 70 90 остальную разницу вы гасите сами то есть ну на заводе сами оплачиваете как гасится кредит у вас есть две недели на то чтобы вернуть эти деньги с процентами процентная ставка 10 процентов взяли 50 тысяч возвращаете 55 можете хоть каждый день по 1000 вносить можете хоть единоразово вносить то есть вы когда хотите заплатить кредит да там ну какую-то часть погасить звоните губернатору он с вами встречается вы передаете ему эти деньги в наличкой либо переводите со счета на счет как вам удобно а он помечает считает сколько загашено если к моменту двухнедельному окончанию срока вы не погасили кредит у вас заберут этот дом либо заберут эту машину и то что вы уже заплатили вам не вернут соответственно то есть там написано у нас есть прям документ по федеральному банку что кредит берется под залог имущества которое вы покупаете срок установлен проценты и сумма то есть ну можете хоть 10 тысяч взять если вам не хватает можете хоть 50 хоть 100 на дом естественно если ну вот друзья такая вот кредитная система есть на этом проекте и она позволит вам как можно быстрее стартануть и развиваться но надо понимать что в данной ситуации от вас потребуется огромное количество времени потому что денежки просто так не вернуться ну а если вы воспользовались кредитами разбогатели то вот пожалуйста вы можете приобрести вот такую вот я бы сказал коммерческий комплекс в него входит вот этот магазинчик и заправка стоящая рядом вот этот комплекс можно приобрести стоит он один миллион игровой валюты и пять тысяч евро ежемесячно в общем то абонентская плата я бы сказал совсем не велика и этим магазинчиком вы можете пользоваться в этом магазине вы можете продавать все что угодно не считая топлива которым вы можете торговать естественно по своей цене в этом магазине вы можете продавать все что угодно хотите ресурсы хотите делайте свои продукты и продавайте свои продукты хотите просто в соседнем магазине купите какой-то товар и продавайте в своем магазине по завышенной цене. В общем, вариантов много. Делайте, что хотите. Вот такой вот торговый коммерческий комплекс стоит 1 миллион. Ну, а если вы человек настойчивый и добьетесь на этом проекте того, чего вы хотели, то перед вами может открыться вот такая вот уникальная вещь. Многоквартирный дом. Это действительно уникальная вещь, которую я встретил только на этом проекте. Больше я не видел этого нигде. Здесь можно покупать квартиры. Выглядит это все вот таким вот образом, как вы сейчас видите. Мы сейчас смотрим квартиру люкс класса. Но есть и подешевле. На любом этаже вы можете выбрать себе любую квартиру. Последний этаж это квартира класса люкс, у которой есть даже вот такие вот жалюзи. Плюс к этой квартире еще и есть пати-зона, на которой планируется поставить вертолетную площадку. Вот такие вот красивые виды у вас откроются. Но сам факт того, что я ни на одном проекте ни разу не встречал, чтобы можно было покупать квартиры. Только здесь этот вопрос решили и каким-то образом внедрили в игру. Честно говоря, не знаю, как они этого добились. Продажа квартир на арморском движке это утопия. В дальнейшем планируется построить дома и бюджетного класса, тоже многоквартирные. Но это пока еще в планах. В планах у разработчиков очень много. Планов много, они амбициозны. Какие-то планы они уже внедрили, над какими-то работают. Какие-то еще будут только в ближайшее время. Но в целом вот такой вот у меня получился обзор этого проекта. Проект, мне кажется, достойный. Мне он понравился. Есть много интересных решений, нововведений, которые отличают, в общем-то, эту сборку от стоковой, так назовем ее, май лайфовской сборочки. И даже несмотря на то, что эта сборка с самого начала была заточена на тяжелый и долгий фарм, все-таки разработчики этого проекта, мне кажется, это понимают. И поэтому вводят сюда вот такие вот моменты, связанные с облегчением для игрока. Это и кредитование, и губернаторская помощь. В общем, много-много всего. Я на себе прочувствовал, что экономика действительно стала легче. Одни только подъемные уже позволяют вам с самого начала чем-то заниматься. И заниматься не кропотливым трудом, а уже нормальной работой. Напомню, что здесь дается подъемных 10 тысяч. А чтобы быть индивидуальным предпринимателем, вам надо 5 тысяч. Так что вот просто все зависит от вас. Вариативность этого проекта, ну, это тоже отдельная история. Жаль, что я не могу в одном обзоре показать все-все-все на этом проекте. Я зацепил, наверное, процентов 10 от того огромного количества вариантов, которые перед вами здесь расстилаются. проект такой достаточно мягкий получился, в отличие от того, который я показывал до этого обзора на этой же сборке, где не была поправлена еще экономика. Экономика была тяжелая, сложная. Здесь разработчики пошли навстречу игрокам и по возможности все это облегчили. И да, наверное, все-таки какие-то болячки, преследующие эту сборочку, все-таки остались и еще какое-то время, может быть, даже и побудут. Так, я не очень рад оптимизации этого проекта, но все равно, если говорить в целом, то это шаг вперед этой сборки. Это шаг навстречу к игроку, к массовому потребителю. Но это мое мнение. Ну, а вы можете зайти и сами все посмотреть и поучаствовать в жизни на этом проекте. Проект открыт, он ждет вас, он ждет своих игроков. Так что заходите и играйте. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Берегите свое здоровье и всего вам доброго. субтитры